Добрый день, уважаемые! Как всегда в понедельник мы разговариваем на важные актуальные темы в нашей одноименной программе. Сегодня в течение получаса мы обсудим деятельность городской прокуратуры, приведем статистику и узнаем, какие законы приступают чаще всего на территории муниципалитета. У меня в гостях прокурор города Алабытнанги Михаил Николаевич Кобычев. Здравствуйте, Михаил Николаевич! Здравствуйте! Давайте, наверное, вот с чего начнем. До конца 2014 года остается не так уж много времени, всего лишь два месяца. Можно ли сегодня подвести некоторые промежуточные итоги работы вашего ведомства? Большая ли работа была проведена за это время? На протяжении всего года прокуратура осуществляла свою надзорную деятельность на территории города достаточно эффективно, поскольку количество выявленных нарушений закона в целом по нашему городу соответствует примерно тому же показателю, что и было в прошлом году. Поэтому прокурорским проверкам были подвергнуты практически все муниципальные и государственные органы и учреждения расположены на территории нашего города, в том числе органы местного самоправления, органы государственной власти имеющиеся и правоохранительные органы. Уже можно говорить о том, что за 10 месяцев текущего года органами прокуратуры на территории города Лабытнанге выявлено более 1200 нарушений закона, в том числе и в таких приоритетных направлениях, как противодействие коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данные сферы, большое количество нарушений, опять же, выявлено в сфере трудовых правоотношений. Все эти приоритетные направления, они остаются приоритетными в деятельности органов прокуратуры. И уже на протяжении нескольких лет именно им уделяется наибольшее внимание. Ну вот смотрите, если говорить, наверное, о главных каких-то делах, которые вы расследовали, которые вы вели, на которые обращали внимание, что бы вы выделили как главный, что бы резонансное для нашего муниципалитета? К счастью, на территории города Лабытнанге впервые за 5 лет до настоящего времени не зафиксировано ни одного убийства в течение 2014 года. Этому предшествовала большая работа органов прокуратуры совместно с правоохранительным органом по профилактике преступности, поскольку пресекались правонарушения и преступления, которые чаще всего приводили к убийствам. Это нанесение побоев, совершение преступлений, присмотренные статьей 115 Уголовного кодекса, 112 причинение средней тяжести, вреда здоровью. Как чаще всего показывал опыт, такие преступления совершались именно на семейной бытовой почве в процессе распития спиртного. Так вот, количество таких преступлений, как называемые преступления двойной превенции, на территории города было выявлено на порядок больше по итогам 9 месяцев, что способствовало, конечно, сокращению количества убийств, совершенных на территории нашего муниципального образования. Вот в текущем году в сфере противодействия коррупции, к сожалению, произошло небольшое снижение числа зарегистрированных преступлений. Это плохо или хорошо? Знаете, тут можно двояко относиться. Ведь коррупция, она такое латентное явление, она в любом случае присутствует. И если количество снижается выявленных преступлений коррупционной направленности, это может лишь говорить об одном. Это либо работают сотрудники правоохранительных органов, обязанных осуществляться оперативной работой на территории города. Ну, либо мы тогда победили коррупцию, чего, к сожалению, я сказать не могу. Поскольку, как я вам говорил, что органами прокуратуры выявлено 5 преступлений коррупционной направленности, а за весь период текущих годов всем отделам внутренних дел выявлено одно преступление. То есть это свидетельствует о том, что преступления коррупционной направленности есть, но специализированный орган бездействует. А, возможно, и меняются схемы, да, какие-то коррупционные, потому что это имеет место быть тоже? Безусловно, коррупционные схемы не могут меняться. Но, знаете, самым распространенным коррупционным преступлением, наверное, все-таки остается мошенничество, где можно было похитить какие-то денежные средства. Все вокруг вьется около бюджета, около заключения муниципальных контрактов, неисполнение их надлежащим образом и хищением бюджетных денежных средств. В текущем году в отношении руководителя одной из товарища собственников жилья было выявлено факты хищения денежных средств. В настоящий момент это уголовное дело расследуется следственным отделом по городу Лабутнанги, следственного комитета. Выявлены факты превышения должностных полномочий, повлекшие ущерб бюджету муниципального образования, деятельности одного из руководителей муниципального учреждения, в отношении которого возбуждено также уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело также находится в следственном отделе по городу Лабутнанги, проводится его расследование. До этого он был объявлен в федеральный розыск, сейчас его местонахождение установлено. Проводятся соответствующие следственные действия, направленные на установление истинной по делу. К счастью, на территории нашего муниципального образования в текущем году фактов взятничества выявлены не были. Между тем, только в прошлом году на территории города было зарегистрировано 16 преступлений, связанных именно с получением взяток. Это были в отношении сотрудников нашей исправительной колонии. Возбуждены эти уголовные дела. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Пока еще судебное разбирательство не закончено по делу, поэтому говорить и поставить точку в этом деле еще рано. Возбуждено в этом году уголовное дело по факту хищения денежных средств, совершенное сотрудником службы судебных приставов. В общем, в принципе, работа ведется целенаправленно. Факты, говорю, такие выявляются. Просто жители нашего города зачастую не видят ту работу, которая проводится за их спиной. И кажется, что ничего не выявляется. Нет, на самом деле работа ведется, и работа ведется достаточно большая. У обывателя коррупция это все-таки прежде всего взятки какие-то и банальное вырасту. На самом деле там еще множество критериев, насколько я понимаю, есть, когда выявляются факты именно коррупционной направленности. Безусловно. Коррупция, она же многогранна в своей сути. Коррупционным правонарушениям, преступлениям, административным правонарушениям относятся в том числе те нарушения, связанные с проведением муниципальных закупок для государственных муниципальных нужд. Так называемый федеральный закон 44, государственный контракт на системе в сфере закупок, при которых совершается наибольшее количество правонарушений в сфере противодействия коррупции. Потом, сейчас очень сильно развито законодательство о государственной муниципальной службе, которое, вы знаете, предусматривает для чиновников всех уровней различные ограничения, связанные с нахождением должности. Начиная там от предоставления сведений о доходах и расходах, и заканчивая там запретом заниматься предпринимательской деятельностью. И при установлении таких фактов просто должностное лицо может быть уволено со службы в связи с утратой доверия. Наиболее распространенным в данной сфере является, конечно, предоставление сведений о своих доходах, которые муниципальный и государственный чиновник предоставляют ежегодно в своем кадровом подразделении. В прокуратуре города активно проводятся проверки в этой части. К сожалению, могу констатировать, что несмотря на то, что такая процедура у нас введена уже с 2008 года, нарушения еще остаются. То есть не декларируются доходы, полученные от продажи автомобилей, не декларируются доходы, полученные из других источников. Прокуратура-то ведь эти все факты выявляет. Соответственно, принимая меры прокурорского реагирования, привлекаются должностные лица дисциплинарной ответственности. Как я говорил, грубые нарушения могут повлечься в увольнение этого государственного муниципального служащего со своей должности. Но у нас сегодня законодательство что говорит? Насколько оно сегодня серьезно по отношению к таким лицам, которые нарушают законы? Увольнение штрафа? Критерии, да. Как говорил Путин, где посадки? Критерии ответственности чиновников сегодня достаточно распространены. Потому что, если брать с грудью, когда только начиналось 2008 год, самым распространенным это было возбуждение уголовных дел. А зачастую вот эти все мелкие нарушения в сфере противодействия коррупции, они выходили боком, поскольку не был разработан механизм ответственности чиновников. Сейчас этот механизм разработан. Внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающий ответственность вплоть до увольнения этих чиновников. И предусмотрена административная ответственность за коррупционные правонарушения и преступления, вплоть до штрафа, до миллиона рублей на юридических лиц могут накладываться те, которые, если их там чиновники потворствуют взятничеству и так далее. Ну и, конечно, это уголовная ответственность. Расширен перечень статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Добавлен ответственность за посредничество вознятничества, что раньше не было. То есть это когда лицо способствует получению взятки должностному лицу, либо просто иному гражданину. Поэтому спектр ответственности очень разнообразен. И, мне кажется, на настоящий момент он полностью прикрывает все коррупционные правонарушения, которые совершает нечестный чиновник. Так можно сказать. Помните, у нечестных чиновников было любимое выражение, такое как откат. Это удалось победить, эту беду, которая была повсеместна. Система откатов, ну это прямое взятничество, завуалированное недобросовестными чиновниками. На мой взгляд, сегодня эта система в той, в полной мере, какой она была раньше в городе, конечно, не работает. Были проведены, в том числе, проводится ежегодный, ежемесячный, даже еженедельный мониторинг сети интернет-сферы закупок. То есть мы постоянно видим, кто участвует, кто принимает участие в осуществлении закупок для государственных муниципальных нужд. В режиме, так сказать, онлайн мы проверяем все эти контракты, и тут получить откат у какого-то чиновника, ну, фактически уже невозможно. Да, я и думаю, что чиновники уже сами знают о том, насколько серьезно вся эта процедура проводится. И я думаю, что если они дорожат за свое место, то, в принципе, им туда смысла никакого нет брать эти откаты и так далее. Тем более количество муниципальных контрактов на сегодняшний день все-таки немножко снижается. Может быть, связано с тем, что строительство меньше стало осуществляться. Но, в принципе, таких вот скрытых или каких-то там сделок, связанных с каким-то отказом, уже не случается. Да, потому что и юридические лица, которые выходят на торги, на закупки, и им просто невыгодно. Сейчас настолько цены прозрачные, и путем проведения аукциона снижаются достаточно сильно, что выиграв такой контракт и еще дав откат какой-то там, то он не сможет просто исполнить свои обязательства. Останется в минусе. Да, останется в минусе. Поэтому на это, мне кажется, сейчас уже не идут. Что касается людей в погонах, фиксируете ли вы там факты коррупционной направленности? Безусловно. Ведь лица, обладающие властными полномочиями, к которым относятся представители власти, они также входят в группу риска, где совершают коррупционные правонарушения. Но я хотел бы отметить, что на протяжении четырех лет на территории нашего муниципального образования фактов взятничества среди должностных лиц нашего отдела внутренних дел не выявлено. То есть фактически таких фактов зарегистрировано не было. Я боюсь утверждать, что таких фактов вообще нет. Потому что если не выявлено, то я же, как объяснял, уже не знаю, что они на самом деле отсутствуют. Но, по крайней мере, такие факты не выявлялись. В других муниципальных образованиях были такие факты. В нашем пока таких фактов выявлено не было. Да, они допускают сотрудники правоохранительных органов нарушения антикоррупционного законодательства, связанные в первую очередь с нарушениями федерального закона о государственной службе. Это, я же, как уже говорил, при выявлении и укрытии дохода в виде продажи автомобилей, квартир. И то, скорее всего, это все делается не специально. Ну, я думаю, безусловно, да. Тем не менее, акт реагирования вносится. Лица должностные привлекаются к дисциплинарной ответственности. Вот в этом году привлечено 15 должностных лиц и числа сотрудников отдела внутренних дел, укрывших свои доходы, ну, таким вот способом. Эти доходы сегодня тоже можно посмотреть все в сети в интернет. Конечно. Ну, тут я не буду раскрывать методику проведения этих проверок. Она достаточно сложная, и к ней надо готовиться не одну неделю, так скажем, чтобы выявить все данные факты. Ну, эта методика существует, и мы пользуемся. Да, поэтому оставим это все за кадром. Хотелось бы поговорить о тех людях, которые дают сами взятки. Что с ними происходит? Выявляются ли такие вот подобные нарушения у нас на территории муниципалитета? Два года назад на территории города были зафиксированы два сообщения о преступлении в получении, в даче взятки именно гражданскими лицами, жителями нашего города. По одному факту было возбуждено уголовное дело, лицо было осуждено. Но вот с того времени пока больше тоже таких фактов не фиксировалось. Ведь на самом деле поймать взятка дателя тоже достаточно сложно. Необходимо проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Вот просто если жителям города известно таких фактов, что кто-то получает взятки, кто-то дает, пожалуйста, обращайтесь в органы прокуратуры, будем проводить проверки, фиксировать, ну и привлекать к ответственности данных лиц. Ну, смотрите, сегодня, да, во многих учреждениях уже установлены камеры видеонаблюдения с записью звука, на которых прямо внимание, что ведется видеонаблюдение, записью звука. Как вы полагаете, что вот такие вот меры предосторожности, они больше дисциплинизируют и помогают вам в вашей работе не выявлять потом такие факты? Да, вы знаете, я не думаю, что, зная о том, что в его кабинете ведется видеозапись, чиновник, недобросовестный чиновник, который хочет получить взятку, будет ее получать именно в этом кабинете. Он найдет много способов для того, чтобы этого избежать, да, и встретиться где-то в лесу, наедине там и так далее. Вопрос в том, что, может быть, это будет дисциплинировать некоторых граждан, которые попытаются дать этому чиновнику взятку с этой точки зрения, чтобы не было искушения решить каким-то образом свой вопрос незаконным способом путем оплаты услуг чиновника. Но я вам говорю, что сейчас достаточно развитые процедуры именно противодействия коррупционным проявлениям, в том числе связанные с большой работой, которую проводит наше государство, это разработки административных регламентов, где действия чиновников по оказанию той или иной государственной муниципальной услуги настолько отрегулированы, что теперь даже несвоевременное предоставление каких-то сведений влечет для него серьезную ответственность. И ведь на самом деле это ведь очень далеко, мы шагнули по сравнению с тем, что было. И как стало. Да, и как стало, что теперь мы даже для получения каких-то документов просто приходим и пишем заявление, а сбором документов занимаются непосредственно сами органы государственной власти, органы местного самоуправления, переложив вот эту обязанность пройти по нескольким конторам и учреждениям для человека, это же всегда была проблема. А теперь они сами все это делают и в принципе я считаю это правильно, потому что раз они получают заработную плату за оказание свое, они в первую очередь должны людям помогать, а уже потом только думать о себе. Ну смотрите, прокуратура в принципе штат небольшой, а кто вам помогает вообще бороться еще на этом поле коррупции? Ну прокуратура, штат небольшой действительно, но ведь прокурор является координатором деятельности всей правоохранительной системы в соответствии с указом президента. Именно на прокурора возложена координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Я говорю тут не только о коррупции, но еще в целом борьбе с преступностью. Поэтому проводятся различные координационные совещания с участием всех правоохранительных органов. Но ведь первые лица правоохранительных органов города входят в координационный совет, который проводит прокурор, на котором обсуждаются те сложные вопросы, которые наболели в сфере борьбы с преступностью, и направляются в то или иное русло деятельности правоохранительных органов с целью пресечения и предотвращения тяжких преступлений. И я думаю, что вот в этой роль прокурора, конечно, тоже нельзя недооценивать в целом. Давайте, наверное, перейдем к следующему вопросу. В начале программы вы отметили, что главные такие три столпана, которые сегодня обращается большая часть внимания городской прокуратуры, это как раз коррупция, это нарушения в трудовом законодательстве и в жилищном коммунальном. Давайте с трудового законодательства начнем. Какие были факты выявлены в этом году и что чаще нарушают всего? Ну, трудовое законодательство у нас, это, конечно, в первую очередь мы отслеживаем невыплату заработной платы работникам, поскольку достойное материальное стимулирование человека, оно как раз и порождает тот социальный статус, тот социальный элемент, на котором базируется любое общество. Когда люди за свою работу получают достойное вознаграждение, то есть он никогда не пойдет совершать преступления, какие-то связанные с теми же хищениями и так далее, которые может совершить человек, который не получает зарплату. Ну и в целом у нас уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за невыплату заработной платы работнику свыше двух месяцев, или частично невыплату свыше трех месяцев. Поэтому такие факты имелись. К сожалению, на территории города, когда недобросовестные работодатели не выплачивали заработную плату своим работникам, а деньги переводили на другие нужды, в том числе и себе под отчет брали, и рассчитывали со своими друзьями, контрагентами, не выплачивая людям заработную плату, мы стараемся все эти факты пресекать. То есть у нас достаточно широкий спектр воздействий на таких работодателей, это в том числе и подача в интересы граждан исковых заявлений в суде, мы изыскиваем с работодателей за должность по заработной плате, привлечение их к административной ответственности и привлечение их к уголовной ответственности. Неотъемлемым от трудового законодательства являются, конечно, вопросы миграции. Вы знаете, что с 1 января 2014 года законодательство было ужесточено в этой области, что теперь проживание иностранного гражданина на территории Российской Федерации в месте, где он не зарегистрирован, влечет за собой уголовную ответственность тех лиц, которые ставят на учет у себя данных граждан. В прокуратуре города в течение этого года было выявлено 7 таких фактов, материалы были направлены в правоохранительные органы, возбуждено 7 уголовных дел, полиции были выявлены 2 таких факта, то есть всего 9 уголовных дел были возбуждены, и уже сложилась так судебная практика, что лица привлекаются к уголовной ответственности, где с мерой наказания, наиболее такое строгие, вот у нас были штрафы до 100 тысяч рублей в отношении тех лиц, которые ставят у себя по месту жительства на учет мигрантов. Ведь мы вскрывали такие так называемые резиновые квартиры, где было зарегистрировано по 82 иностранных гражданина, которые фактически там никогда не проживали. И граждане уже поставили это на поток с зарабатыванием денег, то есть брали от 500 до 1500 рублей за постановку такого гражданина у себя дома по месту пребывания. Не задумываясь о том, чем занимается этот человек, который прибыл неизвестно откуда, неизвестно с какими целями, где он проживает на территории нашего города и чем он занимается. Что у него в голове, мы об этом не знаем. Поэтому с учетом последних событий, в том числе развитием терроризма на территории во всем мире, и исламское государство активизировалось, из их сфер влияния в том числе распространяются на Среднюю Азию, откуда у нас идет основное количество мигрантов. Поэтому надо немножко степень ответственности гражданской повышать в этом плане. Но это, наверное, и граждане должны сами быть более ответственны, если они видят, где нарушается закон, они должны сообщать. Конечно. Ведь правовое государство подразумевает очень активную позицию гражданского общества и в целом граждан в осуществлении и становлении правового государства. Это когда закон имеет самую главную степень и степень защиты, в том числе и их, от какого-либо преступного посягательства. И если граждане будут активнее участвовать в этом, но это, с моей точки зрения, наоборот, только положительно будет играть фактом. Ну и еще такая сфера, о которой хочется поговорить, это жилищно-коммунальное хозяйство наше. Какие нарушения выявляются в этой сфере? И как часто к вам приходят граждане и обращаются по этим вопросам? Ну, жилищно-коммунальная сфера – это так больная сфера для нашего города. С учетом того, как изведшены все коммунальные сети и так далее. Действительно, эта проблема существует, особенно она существует в тех аварийных домах, где проживают граждане. И это, если брать за основу, то количество обращений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое приходит в прокуратуру, оно занимает, по своей сути, второе место после нарушения трудового законодательства. Люди жалуются в основном на неудовлетворительную работу управляющих компаний и ТСЖ. Очень много обращений о некачественном предоставлении коммунальных услуг этими управляющими компаниями. Мы, конечно, стараемся разобраться в каждом конкретном случае. Но, к сожалению, у нас законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства достаточно сложное. И, в принципе, я так скажу, что, конечно, не все удается сделать так, как мы хотим. Стараемся реагировать как можно быстрее на такие обращения. Но, говорю, что именно деятельность управляющих компаний оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что мы активно применяем меры реагирования, возбуждаются дела об административных правонарушениях в отношении таких нерадивых управляющих компаний и товарища собственников жилья. Возбуждаются уголовные дела в отношении данных должностных лиц, работающих в этих управляющих компаниях. Но, тем не менее, проблема еще остается острой и требует, наверное, такого тоже решительного воздействия. А по каким вообще вопросам к вам чаще всего обращаются люди? Приходят на прием. Любой ли человек может прийти? Безусловно. Любой человек может прийти, и я всегда стараюсь сам всех принимать, никому не отказываю в приеме, на личный прием, даже вне зависимости от графика, который установлен в прокуратуре. А так вот в течение рабочей недели любой человек может прийти, любого человека примут, потому что даже пускай люди непосредственно обращаются ко мне, если там какого-то сотрудника не будет, поскольку у нас еще участие в судебных заседаниях, и очень часто сотрудников не бывает на месте, поскольку участвуют в суде. А так, я говорю, что всех всегда принимаю, никому не отказываю, всегда пытаюсь выслушать проблему. Если получается как-то разрешить ее сразу, то решаем сразу. Если нет, что требует, например, дополнительной проверки, отбираем заявление у граждан, которое является основанием для проведения как раз прокурорской проверки, ну и проводим проверки. Просто я хочу сказать, что количество обращений в прокуратуру у нас каждым годом растет, и уже порядка 800-900 на 8 оперативных работников обращений. Это в год? Это в год, да. Достаточно серьезная нагрузка, тем не менее стараемся всем помочь. Может, где-то что-то, до кого-то не дошел ответ, то есть приходите в прокуратуру, он будет выдан наручно, и никаких проблем в этой... А как удается ли часто положительно решать вопросы, которые вы задержали? Ну, я вам скажу, что вот, наверное, в 30% случаев доводы заявителей являются обоснованными, и решаем их проблемы с помощью органов прокуратуры при использовании актов прокурорского реагирования. К сожалению, бывают такие моменты, конечно, что граждане-то ведь всегда хотят, наверное, безусловной защиты своих прав, но у нас законодательство таким образом сложно, что не во всех случаях органы прокуратуры могут им помочь. Есть такие случаи, когда существует спор о праве, который подлежит разрешению в суде, либо для защиты этих прав необходима только судебная защита, только путем обращения искового заявления в суд. Ведь существует, допустим, 45-я статья Гражданского процессуального кодекса, которая предусматривает отдельные полномочия прокурора по обращению граждан. То есть в этих случаях прокурор может обратиться в суд, допустим, в интересы гражданина, который к нему попал на прием. Но в остальных случаях закон не наделяет нас этими полномочиями, и мы вроде бы и хотим помочь, но по закону мы не сможем этого сделать, поскольку даже в суде эти заявления не примут от лица прокурора. Но тут в этих случаях мы идем иногда и помогаем людям просто составлять исковые заявления, чтобы они от своего имени обращались в суды. — Михаил Николаевич, в этом году мы уже начали говорить, что много стали обращать внимание на миграционную политику. На Ваш взгляд, достаточно ли сегодня принимается мер для того, чтобы оградить, сделать нашу страну безопаснее, в том числе и наш муниципалитет, потому что мы видим, что мигранты едут? — Делается, так скажу, что очень много. И вот последние, говорю, даже те изменения, которые были приняты, это уже были последние те законодательные инициативы, с которыми в это вышел президент, администрация президента. Они, конечно, во многом помогут навести порядок в сфере иммиграционного законодательства, а как раз в первую очередь это борьба с резиновыми квартирами. То есть вот именно с таких вот первооснов и надо необходимо начинать было эту работу, чтобы упорядочить именно законодательство в этой области, чтобы мы хотя бы могли реально представлять, кто находится на территории нашей страны. — Сколько их фактически человек, и где они в этот момент находятся. Ну, это только мы в начале пути стоим, и поэтому эта работа требует достаточно серьезного отношения, и я думаю, что постепенно-постепенно порядок и в этой сфере будет наведен. — Ну, вещи-то взаимосвязаны, я сейчас объясню почему. Сегодня в СМИ довольно-таки много информации, мы даем о толерантности, ксенофобии, национализме и так далее. Вот какая работа проводится, наверное, в вашем ведомстве, вашими коллегами о недопущении подобных проявлений на территории нашего муниципалитета? — Это тоже одно из приоритетных направлений в работе в сфере противодействия экстремизму, терроризму на территории нашего муниципального образования. Прокуратурой города проведено более 50 проверок уже в этой сфере. Выявлялись нарушения достаточно многочисленные, в первую очередь связанные с недостаточной защитой от террористических угроз объектов, критически важных объектов, потенциально опасных объектов, расположенных на территории нашего муниципального образования. Вот два года кропотливой работы позволило нам достичь того, что все нарушения в этой сфере были устранены, объекты получили соответствующее укрепление, соответствующее требованиям нашего законодательства по террористической защищенности. И вот на сегодняшний день впервые, наверное, к концу этого года, последний объект недавно был закончен, его ремонт и снабжение его специальными средствами антитеррористическими. Поэтому в сфере противодействия экстремистской деятельности, в первую очередь, нам, конечно, уделяем внимание защите нашего подрастающего поколения от информации, вредной для его воздействия. Это проводим проверки в образовательных учреждениях нашего города, проверяем установку фильтров и так далее. Сейчас используем практику на обращение в суды с тем, чтобы запрещать отдельные сайты, которые публикуют информацию, которая бы вредила подрастающему поколению нашему. Вот это такая основная работа, которой мы занимаемся. И вы постоянно в этой работе на чеку находитесь? Безусловно. Безусловно, на чеку. Но вы понимаете, что такое интернет-пространство, да? Это нам с девятью сотрудниками фактически не охватить его все. Вот те моменты, которые нам удается установить, установить, в том числе размещение в социальных сетях какой-то экстремистской информации, литературы. То есть мы стараемся тут незамедлительно реагировать. Ну, опять, наверное, призовем граждан, чтобы они помогали вам в этой нелегкой работе, потому что это наша беда общая. Спасибо вам большое, Михаил Николаевич, за то, что пришли и ответили, как всегда, очень обоснованно на все мои вопросы. И напоминаю, что сегодня в гостях у нас был прокурор города Лабутнанги Михаил Николаевич Кобычев. Ну, а программа «Тема» прощается с вами ровно на одну неделю. До свидания. Продолжение следует...